Алло, камон, друзья! Как дела? С вами строитель Моя Крошка, и в этом ролике я вам покажу то, о чём вы реально очумеете, вы просто офигеете. Это вершина строительства, просто гениальнейшая постройка. Вы реально будете в шоке, такого ещё никто не делал. И как только я переключусь на следующий кадр, вы поймёте, что это такое. Не забывай про подписку и лайк, а также нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые ролики. Погнали! Сначала посмотрите, в какой я броня крутой, она просто светится, просто очень круто, мне нравится, я обожаю такие блестяшки. А если вам нравится тоже, пиши в комментарии. Бум! Мы с вами переместились в какой-то непонятной конструкции, что это такое. А это, друзья мои, лифт, лифт, который поднимает нас в магазин, огромный торговый центр. Да-да, я построил огромный торговый центр, где куча всего, куча всего. Что? Да-да-да, вы не ослышались. Начиная от продукта, заканчивая до каких-либо вещей канцелярских. Давайте мы с вами наконец посмотрим, что же тут есть. И вот нас встречает первый отдел, первый такой маленький ларёчек, магазин, где у нас продаётся что? Морковочка, картошечка, короче, все овощи. Смотрите, у нас тут растут бурачки, ну там шиница рассажена, дальше у нас куча-куча всего. В сундуках, например, хранятся разные вещи, тут растёт морковочка также. Короче, все виды овощей, ягод и тому подобное. Я старался каждый ларёчек оформлять по определённому стилю. У нас тут имеется вот такие вот, жёлтая глазированная керамика. Это просто гениально выглядит, очень красиво. Я когда это сделал, просто кайфовал. А как вам? Пишите в комментариях, по-моему, очень круто выглядит. Ух, переходим ко второму павильону. И у нас тут имеется продажа арбузов и дынь. О, всё понял, понял. О, да. Посмотрите, какой классный стиль оформления. Как видно, я над каждым павильоном поставил вот такие вот таблички, чтобы было понятно, что и где продаётся. В каждом павильоне у нас имеется освещение. Я экспериментировать не стал, стал делать освещение с помощью морского фонаря. Третий отдел у нас такой, весьма необычный. Я даже не знаю, как его назвать. Такой, можно сказать, и цветочный, и ткацкий. Продажа каких-то кораллов, выпечка какая-то небольшая. Я даже не знаю, как это назвать. Просто наобум сделал, да. Ммм, такой вот маленькая крошка-строитель. Гениально. В каждой части моего торгового центра имеется вот отдельная основная часть, где будет самый главный отдел. У нас тут отдел для выпечки. Куриц, стейков, там, каши, например, и тому подобное. Как видно, тут у нас всё лианами заросло. Ну да, кто-то давно не убирался. Да, кто-то давно тут очень давно не убирался. Хе-хе-хе. Фух, как некультурно. Следующие три отдела, это отделы для продажи рыбы. Просто посмотрите, полностью оформлено под рыбы. Там у нас имеется аквариум. Три аквариума. К сожалению, в этом, во втором аквариуме у меня нет рыбок. Они чудесным образом исчезли. Не знаю почему, как это произошло, но... Это катастрофа. Давайте посмотрим на третий аквариум. Там у меня рыбки всё-таки есть. Вот они там плавают, целая куча. Это, наверное, лосось у меня. Как видно, на каждом отделе у меня посередине между отдельными отделами имеются вот такие вот решётки. Это так, своеобразные решётки вентиляции. Торговый центр находится под землёй. Естественно, это нужно вентилировать. По-моему, это логично. В принципе, логично. А также у меня везде повешены вот такие вот картины, что дополняет красоту этого интерьера. А посередине у меня имеется украшение такое вот. Имеются столбы такие небольшие с фонарями, которые работают от датчика дневного света. У нас, как видно, на улице ночь. Вот они и включились. Найс. А посередине моё любимое детище. Я думал, как же оформить пол. И вот, я решил поставить внизу фонари и закрыть это стекло. Это очень круто выглядит. Согласитесь, да? Ага. Плюс к тому же, вокруг всё оформлено зеленью, чтобы добавить какой-то живости и зелёного фона к этому торговому центру. Фух, и мы снова возле лифта. Я вам потом покажу, куда этот лифт ведёт. Но мы посмотрим на следующий отдел. Погнали! Чуть позже. А мы с вами перешли на второй отдел. Это у нас отдел с животными и оружейными приблудами. Давайте мы с вами посмотрим, что у нас тут есть. У нас имеется вот такой вот небольшой ларёчек. Где у нас что? Правильно, овечки. Овечки. У нас можно здесь купить овечек, а также шерсть в них. Очень круто оформлен этот ларёчек. Всё сделано в железных прутьях, как будто что-то оберегает это всё. Освещение здесь, простые фонарики. Переходим ко второму отделу. И тут у нас, смотрите, такое что-то тропическое. И это у нас попугаи. Да-да, вы можете сюда прийти и купить попугайчика на любой цвет и вкус, так сказать. Да ладно, да ладно! Такой у нас, смотрите, синенький есть, жёлтенький, фиолетовый, голубенький. Это просто классно. Дальше у нас имеется отдел для продажи лам. Посмотрите, обычно мы ламы видим где, правильно, торговца. А тут их можно купить даже, свойствователь будет лама. Очень круто. С освещением я не стал сильно заморачиваться. Поставил только его здесь, а там у нас обычный морской фонарь. Переходим к большому, самому большому моему любимому отделу. Это просто тут всё на свете есть. Да шо ты говоришь? Любое вооружение, например, купить. Золотого, долмазного. Также имеются наковальни, точилы, кирки, всякое вооружение, печки, лопаты. Любое, абсолютно любое на свой вкус. Даже, смотрите, кольчужная броня и деревянная. Очень круто. Кому уже это нравится, ставь лайки. Не забудь написать комментарий. Как тебе это? Дальше у нас имеется тоже такой вот небольшой ларёчек, магазинчик для продажи отдельной брони. Тут у нас все виды брони. У нас имеется алмазная, деревянная, кольчужная, железная, золотая. Тоже с освещением не стал заморачиваться. И также добавил немного зелёной зоны. Разнообразит этот самый ларёчек. Переходим к следующему отделу. И тут у нас отдел по обточке оружия. Например, мечей. Все виды мечей тут можно обточить. Точилы имеются, наковальни разные. Ну и наконец-то, самый последний отдел этой части магазина. Это отдел для лука, для лучников. Посмотрите, кругом имеются стрелы. Также имеется стол лучника. Тут можно отремонтировать, завести, купить себе стрелы, луки и всё тому подобное. Обточить наконечники лука, зачаровать свои стрелы и тому подобное. Пыльец весьма такой брутальный и круто. Как вам? Пишите в комментариях. Между каждым отделом я сделал такую маленькую небольшую зелёную зону. А над верхом украшением этого пространства имеются вот эти вот головы. Головы крипера, скелетов, головы Стива и тому подобное. А посередине у нас имеется вот такой вот стиль. Посмотрите, у нас имеется ограда. А над верху магба, прикрытая ковриками. По-моему, выглядит очень круто. Я даже заморочился над полом. Осталось здесь сюда золотые нажимные плиты. По-моему, очень выглядит круто. Ну а следующий отдел и самый мой любимый отдел, это отдел с горячей выпечкой. Горячей выпечкой всего на свете. Рыбы, мясо, пирогов и тому подобное. Давайте мы с вами поглядим на это. Замечательно. С левой части у нас имеется один большой, огромный просто отдел для выпечки всего. Посмотрите, это у нас тут имеется типа как выпечка тыквенных пирогов. Даже имеется вытяжка у нас, посмотрите, просто идеально. Также со всем у нас тут оформлено с помощью картин, чтобы дополнить это пространство и закрыть эти пустоты. Дальше переходим, тут выпечка морковки. Да, морковки, вы не ослышите. Ты что, с ума сошел? Дальше печенье, тут свеколка, а тут торты выпекают. О да, это очень круто. Ну и естественно, конечно же, тут не обошлось без главного отдела каждой стороны этого торгового центра. Тут у нас продается, смотрите, что арбузы, яблочки, всякие ягодки, там тоже тыквы и тому подобное. Так сказать, продажа фруктов тоже оформлена зелененьким стилем немного, очень красивым. А у нас с тем временем утро наступает. Здесь у нас имеется выпечка стейков, здесь курицы, здесь также мясо, здесь еще одной курицы, а здесь у нас рыбки. О да, очень круто. Вы как заметили, у нас на каждый отдел имеется свой стиль. Здесь я оформил с помощью березы. Посередине, где у меня находится главное освещение, я оформил вот таким вот образом. Тут у нас имеется такая ограда, держание энда и здесь нажимная плита. А снизу железные нажимные плиты. По-моему, выглядит очень круто. Как вам? Найс! Переходим с вами к третьему отделу. И этот отдел у нас промышленные товары. Давайте посмотрим, что там есть. Переходим сюда. И тут у нас имеется вагонетки, ТНТ, разные ящички. Вообще-то это можно назвать отдел из вагонета, где продается разное такое подобное. Переходим ко второму отделу. И тут у нас отдел с лодками, рыболовностом. Имеется, смотрите, удочки и разные типы лодок. Как вам такое? Переходим к самому главному третьему отделу. И это у нас отдел медовой продукции. Посмотрите, у нас имеется мед, соты, ульи, всякие разные. Здесь можно приобрести медовую продукцию. Заходите. Всё понял, понял. Дальше у нас отдел строительной утвари. И здесь у нас продаются разные типы дверей. Посмотрите, все типы дверей, которые есть в Майнкрафте, имеются здесь. Можно их приобрести для своего дома. Погнали дальше. И тут у нас идет последний отдел, где продаются лампочки, светильники. Посмотрите, три разных светильника. Тут имеется с обычным фонарем. Здесь такой маленький абажур. А здесь имеется с таким блоком красного гриба. Как он такое? Пишите в комментариях. На середине я решил оформить вот таким вот своеобразным стилем. Зелени, фонарь Эндеря и также с разноцветными ковриками. Очень круто выглядит. Разноцветно такое. Между отдельными магазинчиками вот это пространство я решил заполнить с помощью горшка с зелью. А также наверху поставил картину. И так по всему периметру. Пришло время спуститься вниз по этому лифту и посмотреть, что же там внизу. Давайте это исполним. Вы готовы? Да, капитан! Я не слышу вас, вы готовы? Я точно, капитан! Ты что, с ума сошел? Хоп, спускаемся. Заходим. И вуаля, посмотрите, это у нас такая вот большая-большая парковка. Ну не то, что большая, но очень обширная. Так, а это что за пассажир? Братан, ты что здесь делаешь? Выбираешь машину? Ты что, хочешь своровать ее? А ну-ка ишь отсюда. Пошел отсюда. Ворюгу надо уничтожать. А ну-ка ишь, пошел, пошел, пошел отсюда. Вы только посмотрите, как это выглядит достаточно эпично. Как будто какой-то покупатель приехал, например, на мопеде за покупками и поставил на парковочное место. Я также разделил эти парковочные места. Здесь у нас имеется парковка для мопедов, а вот здесь вокруг у нас машины паркуются. Также у нас имеется вот такой вот своеобразный выход из этой парковки. Посмотрите, у нас имеется освещение. Наверх выходим, и вверху нас поджидает вот такие вот своеобразные колонны с фонарями. Они у нас в достижении ночи включаются. О, еще одна бадна воров приехала. Вы что здесь делаете? Что вам здесь нужно? Вот что вы здесь забыли? За покупкой мы пришли. Так, братцы, вход там. Вы только посмотрите на мое главное детище. Это середина всего этого супермаркета. Просто гляньте, какая красота. Это просто эпично. Давайте посмотрим, как это выглядит ночью. Вы только гляньте, какая красота. Просто видно все отделы. Просто гениально. Я думаю, вам понравилось этот проект. Вы такой же можете сделать в своем мире. Для этого прописываться, нажимать лайки, а также нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые ролики и крутые шорты с туториалами. Всем удачи. Всем пока. До следующих построек.